Привет, Наташа, как дела, как в Белоруссии, как снег идет, нет? Ну вот прям такая погода, как у тебя на корзине, снег так клепится, зима началась настоящая, с морозом. Ну значит через час-полтора у нас тоже повалит снег, но у нас снег лежит, но не валит, но пойдет, пойдет. Голос у меня, видишь, энергичнее становится, потому что я себе точку нажимаю, эту, эту, сатылочную точку, и вот так делаю, подтягиваю иногда, вот так. Да, сейчас лучше, я вообще лучше себя чувствую, там мне все пишут, ты нам нужен, поздоравливай, я так радуюсь, прямо волшебное зеркало. Всем спасибо, друзья, всем спасибо. Наташа, что ты позвонила, что ты хотела сказать? Я хотела тебе рассказать, Хасай, вот у нас был однажды с тобой открытый эфир, где мы затронули тему экстрасенсов. Так, и? К своему удивлению обнаружили, что у нас в подписчиках огромное количество людей верят в экстрасенсов. Понятно. Несмотря на фильм, который снял журналист Борис Соболев, фильм, он и транслировался по российскому каналу, называется «Идущие к чёту», там более двух часов он продолжается. Где сами экстрасенсы, ну, предназначаются, что экстрасенсов не существует. И всю информацию, которую они… Белорусский шоколад, белорусский. Да, который они излагали, им эту информацию просто как-то, говорят, сливали за деньги. Вот. И он провёл своё расследование, и ни один из этих экстрасенсов не смог повторить ни одного из тех номеров, которые были вот в этой передаче, в этом шоу. Да, конечно, никаких экстрасенсов не существует. Слово «экстрасенс» вообще придумал Сденек Рейдек, которого я знал, и который меня пригласил потом на международную конференцию Монте-Карло по психотронике. Это слово тоже он придумал. Ну, Сденек Рейдек был великий человек, да, вообще. Ну, конечно, этот журналист правильное дело сделал, потому что никаких экстрасенсов не существует. А есть люди, которые обладают большей сенситивностью. Они чувствуют больше, потому что у них как бы эмпатии больше. Они чувствуют иногда, но они легко входят в транс. Тихо входит в транс, иногда могут прогнозировать, иногда могут увидеть у тебя, например, вот по тому, как ты голову повернула, по тому, как ты дышишь. Могут сказать, ну, кому-то могут сказать. У тебя позвоночник нарушен, у тебя там бедро, да, ну, еще какие-то штучки. Так это любой человек может научиться, никаких проблем тут нет. Да, и есть люди с хорошей зрительной памятью. Вот, к примеру, в этой передаче от Бориса Соболева там был показан один из таких экстрасенсов, который якобы закрытыми глазами там видит. А на самом деле секрет его был в том, что у него была уникальная фотографическая память. Он просто запоминал, как, где, что расположено, и потом, если, когда ему завязывали глаза, он по памяти шел. То есть такая у него была хорошая ориентация. Это, во-первых. Во-вторых, я могу любого человека за пять минут научить с повязкой на глазах читать газеты. Ну да, через повязку. Потому что там между носом и щекой щель. И надо смотреть в эту щель. Люди-то привыкли, что вот так смотрят, а на самом деле он смотрит туда. И когда он голову поднимает, он оттуда видит. И поэтому все эти люди, которые с повязками в кино или где-то, подбородок поднимают. Знаешь, я оттуда придумала даже. Я просто подошел сбоку и прикрыл ему глазки вот так. И он сразу перестал видеть. Да, но вот я и хотела об этом сказать. Когда я вновь наткнулась на этот фильм и снова стала его пересматривать, я подумала, что ты ведь давно уже этим занимался. Еще в студенческие годы. Ты все это изучил. Не только вот этих экстрасенсов, которые якобы там читают закрытыми глазами. Ты эти опыты даже проводил, чтобы выяснить это. А потом вдруг своему разочарованию выявил, что они просто подсматривают. Ну ты же йогов этих тоже изучал, летают они или нет. Так они до сих пор и не полетели. Ни одного летающего человека мы не видели. Хотя они обещали, что полетят через несколько лет. Это много. У нас и по стеклам ходили, и по облям ходили. Я всем объяснял, что это фокус. И показывал, как это делается. Несмотря на это, у людей очень большое желание видеть чудо. Очень большое желание. Я знаешь, что придумал? Я сейчас вот сделаю два-три таких вот выпуска, микролекции, два-три, по новой науке, которую я назвал энергоэкономика личности. В которой объясняется сразу, как легко управлять людьми, как легко управлять своим состоянием и трансформировать энергию стресса на создание изобретений, произведений. Ну, как я рисую или делаю там изобретения, всякие открытия, новые контенты для видео. Энергоэкономика личности. Это очень интересная наука. Я это сделал, ну, как бы завершил многолетние свои исследования. И там есть еще такой момент, что больше всего энергии человек тратит на свою силу воли. Когда он силу воли променяет, он больше всего тратит энергией. И там есть объяснение, почему негативные эмоции называются негативными. Ну, почему так происходит? Никто никогда до меня не задумывался, почему эти эмоции называются негативными. Ну, там человек страдает, переживает, обижается, стыдится чего-то. Ну, почему эти эмоции негативные? Я там все объясняю с точки зрения закона сохранения энергии. И поэтому, когда человек знает науку энергоэкономики личности, он легче управляет и своим состоянием. Он легче управляет и состоянием других людей, может легко гипнотизировать. Да, вот эти все гипнотизеры теперь с ума сойдут, потому что, когда они откроют эту книжку, мы скоро ее выпустим, а когда люди узнают, как легко управлять, как легко-легко гипнотизировать, на чем это все построено, они с ума сойдут, потому что они лишатся своего социального статуса. Они же этим статусом как бы себе жизнь создают, то есть самоутверждаются. Ну да. А то все люди узнают, как легко это делать. Ради знания, да. Ради знания. Ради знания. Как тебе картина? Может, снять ее уже, нет? Может, другую поставить? Ну, не знаю. Мне кажется, она хорошо вписывается сейчас. Ну, это «Ночь перед рождеством» же картина. Помнишь, когда мы ее рисовали? Ну, у тебя есть еще одна такая, как бы зимняя, где девушка так сидит. А, да-да-да-да-да-да. Можно эту поставить? Она как бы смотрит в окно в зимнее. Да, поставлю, поставлю. Вот я буду делать сейчас выпуск, ну, буквально через несколько часов. Я выпущу первую лекцию, маленькую-маленькую, такую, там буквально несколько минут. Энергоэкономика личности. Мы же сейчас создаем науку человечности, и энергоэкономика личности имеет к этому отношение. А вот по науке человечности мы вчера говорили с Чиуриным, с Геннадием. Ты видела? Да, да. Как тебе вчерашний разговор? Мне понравился. Хороший, правда? Да. Ну, интересно, что мало подписчиков посмотрели. Во-первых, время еще не прошло, сейчас накопится количество подписчиков. А во-вторых, во-вторых, я обратил внимание, что когда говоришь «научу вас легко гипнотизировать», больше число интересуется, чем когда «как развивать себе человечность, зачем это нужно», потому что люди думают заранее, что и так всем понятно, что человеком надо быть. Хотя никто не знает до конца, что значит быть человеком. А в науке человечности мы как раз таки это определяем. По критериям науки, систематизируем понятие, что такое любовь, что такое сотрудничество, что такое сопереживание, что такое чувство бесценности живого, что высшее счастье – это быть вместе, а счастье – это быть собой. Видишь, я уже перечисляю вот эти вот моменты, эти категории важные, но они все в монолитии. Человек либо имеет человечность, либо не имеет. И где-то в йоге я читал, и мой друг Науму, который мне тогда рассказывал новую теорию, как складывать пальцы, как определить сердце у человека первичное или ум. Он мне говорил, что хорошо, когда у человека есть душа, и хорошо, когда ее нет. Нет, ну как тяжело человеку, когда у него душа в зачаточном состоянии. Ну вот, короче говоря, я объясню это с точки зрения энергоэкономики. Еще я хочу тебе сказать, Наташа, когда появилась книжонка маленькая, небольшая, в мире появилась впервые кибернетика, мало кто на нее обратил внимание. Это было очень много лет назад. И автор кибернетики, когда ее выпустил, да. А потом он стал, и эта кибернетика стала всемирно известной наукой, на которой все построено. И самолеты, и вертолеты, и прогноз погоды, и управление человека. Вот это вот интересно. Я еще расскажу, почему эмоции очень важная вещь. Вот смотри, интересно, у меня был друг, но он постарше меня. Он меня как раз таки привел в институт авиакосмической медицины. И он обладал таким свойством интересным. Он когда о ком-то говорил, вот он меня знакомит с кем-то и говорит, это выдающийся ученый. Или, например, он мне говорил, знакомясь с кем-то, это выдающийся специалист, это выдающийся военачальник. А я потом подумал, а может он про всех так говорит. И я ему задал вопрос товарный, про человека, которого я сдал, который был не очень хороший такой. И я говорю, Камиль Газалевич, а Камиль Газалевич был главный уролог военно-космический. Я говорю, Камиль Газалевич, а этот какой? А он говорит, а этот такой мудак. Слухи, пожалуйста, ну и слово, слово, как говорится, из песни не выкинешь. И я сказал это эмоционально. А этот, говорит, такой. И вот я тогда ему поверил до конца, что когда он хвалил этих людей, он искренне их хвалил. Ну ладно, давай, я тебя целую, я тебя еще раз поздравляю с наступившим Новым годом. Ну, конечно, пошли это журналистам. Пошли этому журналисту и напиши, и напиши, что у нас как раз-таки школа человека будущего, хомофутурус, где специально разбираются все эти вопросы не только с точки зрения эмоционального отношения к ним, а именно разбор полетов идет очень серьезный. Потому что, во-первых, я ученый, во-вторых, художник, третий, писатель и так далее. И именно я выводил из стресса и в Беслане, и в Каспийске, и в Кизлярле, и готовил Марс-500. Вот это все напиши, там под роликом есть про меня. Кто я такой? Да, и что у нас есть национальная идея. А я вчера узнал на видео на одном, что ангел, ангел, а здесь картина моя, ангел трубач, что ангел это, ну, несущая весть. Несущая весть. Представляете, как интересно? Ангел трубач на картине у меня. Национальная идея России. Генератор будущего. И не случайно получилось, что здесь ангел трубач. И не случайно, что эту картину выбрала у меня, я ей подарил автору детективов. Ты же помнишь, кому я подарил? Марине, да? Да, да. Которая написала «Призрак музыки». Марине, конечно, конечно. Марине подарил. И она выбрала ее, у меня на стене много висело. Я говорю, Марина, выбирай. Потому что она в книге, в детективе, который миллионными тиражами и в Советском Союзе, и в Китае, и в Балтике вышла «Призрак музыки». И там метод «Ключ». Так что метод «Ключ» распространяется. И ты журналисту напиши об этом. Что метод «Ключ» как раз-таки распространялся еще в детективах, миллионными тиражами. И что он был утвержден Минздравом СССР. И что он был рекомендован Минобразованием России. И что он был... Первая книга по саморегуляции, написанная в СССР, в 90-м году. Как раз-таки называлась «Ключ себе», что это моя книга. А когда ты ему это все напишешь, конечно, он отзывется. Давай, до встречи. Спасибо тебе. Видишь, голосок у меня какой энергичный. Потому что с нами метод «Ключ». Да, видишь, как я возраст на три дня себя в порядок привожу. И всех научу. Давай, до встречи.